Алексей Николаевич, поздравляем с победой, с первой Вашей победой в роли, исполняющей обязанности главного тренера. Хотелось бы знать первые итоги матча. Спасибо за поздравление. Поздравлять, конечно, надо наших ребят. Итоги матча таковы, конечно, тяжело, и я думаю, что и дальше нам будут победы даваться тяжело. Но мы готовились к этой команде, просматривали ее много матчей. Эта команда мне очень понравилась, она очень играющая. Даже в тех играх, в которых она проигрывала, она даже процент владения мячом у нее был даже больше, чем у команды выигрыш. Готовились, но единственное, что я считаю, что сыграла сегодня на победу, это то, что ребята все-таки выложились все, что на сегодняшний день у них есть. Они выложились максимально функционально. И надеюсь на дальнейшее. Сейчас будет немножко микроцикл можно сделать, который подготовится к следующей игре. То есть закончились эти тройники. Ну, ребята молодцы, проявили сегодня характер. Да, ну, вот некоторые конкретные вопросы. Зириков вторую игру подряд защищает ворота. При наличии таких опытных вратарей, с чем это связано? Что именно ему доверен последний, так сказать, рубеж? У Матюши, у Макса была микротравмочка. Димка Яшин, наш ветеран, он недавно выздоровел от коронавируса, он один из последних переболел. А Зириков зарекомендовался, во-первых, он у нас лимитчик, во-вторых, ему какие-то претензии серьезные нет. Но это все три наших вратаря основных, они у нас в обойме. И каждую игру готовится каждый, и играть будет тот, кто сильнее. Мы вот начали уже тему травмированных, больных футболистов. Вот если можно, вот проясните ситуацию, кто на данный момент находится в лазарете? Ну, в принципе, у нас сейчас по травмированным, у нас только Дорофеев Никита. У него там спазмы немножко. Сашка Носов выздоравливает, все уже будет готовиться сейчас. То есть у нас практически все здоровы. Мы все от коронавируса, надеюсь, приболели практически все. И надеюсь, что мы выходим из этой ситуации. Алексей Николаевич, на Ваш взгляд, чего раньше не хватало для победы? Сегодня все-таки команда проявила характер и смогла вырвать победу. Ну, говорить сейчас, что там что-то не хватало или, наверное, некорректно. Я также в этой команде работаю. Просто я думаю, что вот это стечение таких обстоятельств. И коронавирус, и вот этот неудачный старт. Может быть, немножко психологически потом Александр Михайловича отставка. То есть, ну, все, вся эта вот нервозная обстановка, она, может быть, влияла. Игры не было, и Александр Михайлович очень сильно переживал за это. Поэтому говорить сейчас, что вот сейчас мы выиграли, и сейчас мы уже там пойдем вверх. Надо очень много еще работать и работать. Большое спасибо.